Автомобильный мир знает не так много интересных династий. 911, Wrangler, Mustang, Golf, Juke и одна из самых интереснейших историй, которая длится вот уже 12 поколений, Toyota Corolla. Безусловный бестселлер всех времен и народов. Автомобиль, который выпущен на сегодняшний день с 1966 года в безумном количестве. 46 миллионов экземпляров. Вдумайтесь, 46 миллионов экземпляров транспортных средств под одним названием. То есть буквально, если собрать все эти автомобили друг за другом, то можно 5 раз обогнуть экватор. Либо заполонить все Запорожье под одну парковку. Целый город на зло автозазу. Итак, с вами Юкар и у вас в кадре 12 поколение Toyota Corolla 2019 года. Пока что с мотором 1.6. Потом мы вам покажем гибрид. Поехали! Говоря о таком автомобиле, сложно не вспоминать его историю. Сейчас вы увидите какой-то видеоряд, который подготовил Николай, который проиллюстрирует эти 53 года на сегодняшний день и 12 поколений. Легко заметить, что автомобиль из довольно-таки небольших размеров среднего, то двухдверного, то четырехдверного седана с длиной в 3,8 метра, заметно вырос за 53 года и постоянно подстраивался под новые веяния, течение моды под нового покупателя. И в этом году, в 12 поколении, автомобиль снова меняет формат позиционирования. Если предыдущие поколения были ориентированы на людей, скажем так, старше 35-летнего возраста, то сейчас Corolla готова атаковать молодежный рынок прежде всего своим внешним видом. За последние 20 лет это самый красивый кузов для Corolla. Это факт. Машина стала приземистей, машина получила правильные пропорции. И это в какой-то степени отсылка к Е100, к Е110 кузовам середины 90-х, когда Corolla выглядела действительно кайфовой и престижно по сравнению со своими современниками. Что сделали дизайнеры? Дизайнеры на 3 сантиметра занизили кузов. Дизайнеры сумели подчеркнуть боковыми линиями на бамперах, скажем так, приземистость и ширину автомобиля. Хотя по факту машина стала шире всего лишь на 10 миллиметров. Изменился центр тяжести. Теперь автомобиль немножечко ниже, приблизительно на те же 10 миллиметров. Теперь у машины наконец-то в богатых комплектациях 17-е диски, что тоже очень позитивно повлияло на внешний вид. Красивейшая оптика, которая, да, немножечко напоминает кому-то Arteon, но это только в премиальных комплектациях, таких как мы сегодня тестируем. Это Style, практически топчик, но с мотором 1.6 сейчас в кадре. На ICVT коробке, то есть здесь вариатор. Машина в довольно-таки правильной композиции для нашего покупателя, для нашего рынка. И сразу же я подмечу, что цена такого автомобиля не очень порадует поклонников Corolla. Машина стала дороже приблизительно на полторы-две тысячи долларов. И сегодня автомобиль стоит практически 22 тысячи долларов, что немало для Corolla, но адекватно за автомобиль подобного качества. К слову о качестве. Очень легко заметить, что машина собрана лучше. Я не скажу, что раньше Toyota собирали плохо, просто они сумели свою прагматичную педантичность усовершенствовать и довести ее до того, что даже красивый кузов выглядит слаженно, собрано, с красивыми правильными зазорами, с хорошими материалами. В общем, да, у Toyota появился дизайнер. Мы не знаем, кто это, но, чувак, ты позитивный и крутой. Акцентируясь на дизайне, я просто не могу отпустить эту мысль. Автомобиль построен на новой глобальной платформе TNGA. То есть это буквально та же платформа, которая у новой Кэмри, у нового RAV4, который мы тестировали в феврале-марте, и даже у этого CHR, который сейчас нас сопровождает в нашем тест-драйве. И, собственно, эта новая платформа, она позволила остаться автомобилю в той же базе в 2,7 метрах, но очень сильно изменить свою архитектуру визуально. Если вы посмотрите в профиль этого автомобиля, то я думаю, я не одинок в том, что машина похожа на актуальное до 2018 года поколение Toyota Avensis. И в какой-то степени эта новая Corolla компенсирует отсутствие в модельном ряду Avensis. Звучит странно. Тот автомобиль класса D, этот точно в классе C. Но фактически, когда Corolla стоит в самой полной комплектации с мотором 1.8, с гибридом, столько же, сколько базовая Кэмри, эти автомобили как бы встретились и вытеснили Avensis. То есть получается, что поклонник Avensis теперь будет смотреть либо на Кэмри, либо на Corolla. Плохо это или хорошо, не знаю, но на внешний вид Corolla это однозначно позитивно повлияло. И, конечно же, если изменилась платформа, изменилась внешность автомобиль получил новое поколение, то поменялся и интерьер автомобиля. И в интерьере все, наконец-то, не так грустно, как раньше. Потому что, во-первых, появились классные кресла, во-вторых, появилась новая мультимедийная система с большим монитором, о которой в этом классе мечтают многие. И об этом мы сейчас поговорим подробнее. Итак, располагаться, расположиться за рулем новой Toyota Corolla привычно, удобно и комфортно. По креслам. Это новые кресла. Они намного тоньше предыдущих. Соответственно, у них сейчас и рельефность хорошая. Появилась даже довольно-таки вменяемая боковая поддержка. Появились интересные элементы по поводу выштамповки на ткани. Единственное, что не совсем понял дизайнерский маневр, что на спинке эта проштамповка есть или тиснение, да? А вот на седле нет. Ну, окей. Мягкий пластик. По-моему, это реальная строчка на торпедо. Достаточно приятный на ощупь пластик, в принципе, на торпедо. Мне нравится, что жесткий пластик, выносливый пластик на дверных панелях оттиснен точно так же, как и на торпеде. Классное рулевое колесо. Оно чем-то напоминает Кэмри, чем-то напоминает уже привычный для меня RAV4. И это тоже приятный бонус. Основной бонус у этих Тойот, у новых Тойот, пропало пластиковое дерево. Оно исчезло. И это достижение японцев. Они убрали пластиковое дерево из своих машин. Теперь здесь напыление. Я так понял, это некий алюминиевый такой вот шар напыления, как анодирование. Я, возможно, в химических терминах сейчас путаюсь. Ну, собственно, это реально распыленный металл. И это большой бонус, а не краска серебрянка. Все. Вот тут, наконец-то, все правильно. Есть рояльный лак или как-то так на центральной консоли. Все здесь смотрится довольно-таки приемлемо, правильно. Да что приемлемо? На самом деле, тут не надо скупиться на похвалу. Тойота выросла. Тойота стала очень приятной и современной. Да, мультимедийная панель такая, точно как у RAV4. Да, здесь пока нет Apple CarPlay, нет Android Auto. В Украине пока нет, возможно, и не будет беспроводной зарядки мобильного телефона. Да, мониторы немножечко, ну как немножечко, но они отстают. Ну, то есть, графика на этих мониторах, она как бы такая, какая она могла быть или даже должна была быть, ну, там, 5-6 лет назад. Никакого AMOLED, никаких ваговских сочных красок или мерседесовского вот этого вот прорисованного графония, тут этого нет. Тут все предельно просто, лаконично, какие-то даже местами грубые моменты, но интерфейс на украинском языке. Это классно. Все считывается элементарно, все под рукой, есть физические органы управления, есть хард-кнопки. То, что мне понравилось в RAV4 и то, что мне сейчас нравится в новой короле, это все перенесено максимально грамотно. Останавливаться на мультимедиа после того, как я говорил о ней, в RAV4 я сильно как бы не собираюсь. Скажу только, что здесь есть чудесная кнопочка спорт, которую я уже нажимал, я уже ездил на этой машине некоторое время сегодня. И, собственно, да, немножечко меняется реакция на руле. Мне пообещали, что в гибридной машине это чуть лучше чувствуется. Но основной вопрос у меня возник к тому, что при нажатии кнопки спорт, все, что происходит внутри автомобиля, это синяя шкала спидометра, становится красной шкалой спидометра и появляется зеленая надпись спорт. И все. То есть, ну, мне кажется, что можно было что-то нарисовать. Ну, хоть что-нибудь. Ну, ладно. У Lexus этого тоже нет, кстати. И, тем не менее, если вы молодой семьянин, вам будет здесь комфортно. И машина выглядит дороже, чем является. Это, опять же, отсылка, как мне кажется, к AVENSIS. Я буду все время, наверное, делать отсылки к AVENSIS, потому что у меня был опыт со всеми поколениями AVENSIS. А это для меня главная Toyota в жизни. Ну, так сложилось. И вот, когда ощущаешь в короле те же самые приятности, это круто. Особенно, когда, опять же, в меру своих профессиональных обязательств, будучи дилером, серым дилером, перекупом, я видел практически все королы. В моей жизни встречалась даже E100 в арабской комплектации Limited. Мы сейчас покажем эту фотографию. Да, это автомобиль был с позолоченными шилдиками Toyota и некрашенными бамперами. То есть, вы понимаете, у королы очень многогранные вообще исполнения. Она была изначально заднеприводной, потом в E80 кузове одновременно была и переднеприводная, как спринтер, и АЕ85, АЕ86, да, вот легенда дрифта, заднеприводный хэтчбэк. И впоследствии есть машины, которые выпускались одновременно, прошлое поколение с новым поколением. Что было в середине 90-х? Что происходит сейчас? Сейчас машина 2006 года выпуска, это, если не ошибаюсь, 10-е поколение, производится по сегодняшний день, несмотря на то, что есть следующее поколение. Поэтому корола, она и массовая, и многогранная, и одновременно в ассортименте нескольких поколений может находиться в одном промежутке времени. И впервые эта машина выглядит куда дороже, чем является на самом деле. Это большой бонус. Большой бонус для основного покупателя. Потому как люди, молодые люди, она ориентирована на мой возраст, до 30-30+, с молодой семьей. Точно так же холостяки. То есть она уже имеет нотки той премиальности, того комфорта, которого хочется, когда мыслишь не лошадиными силами и динамикой. Когда хочется просто спокойно приехать на работу и уехать с работы. Когда хочется спокойно поехать за город. И как бы там они кнопку спорт не нажимали и не изображали, спорта здесь нет. Подытожим по интерьеру. Интерьер новой тойоты королы, безусловно, на голову выше, чем у предыдущего поколения. Все приятно щупать, все приятно трогать. Есть хорошие органы управления. Внятные, правильные, качественные. Хороший рычаг КПП. Приятно ложиться в руку. У него наконец-то ход прямой, не витиеватый. Есть подогревы, есть USB порты. Даже есть быстрая зарядка 2.1 А. Появились классные кресла. Сидеть комфортно, сидеть приятно, сидеть уютно. Да, есть некоторые моменты по комплектациям. В базе у вас не будет монитора, у вас будет этот козырек занят радиосистемой. Да, есть ситуация того, что в Украину не будет поставляться автомобиль с фирменной системой ТСС. Но, тем не менее, подогревы, в том числе руля, органы управления, кармашики, нычки. Все на месте, все есть, все комфортно. На заднем ряду, поверьте, комфортно. Я не буду восьмым человеком, который садится на задний диван, я там не езжу. Теперь проедемся. Проедемся за рулем. И прежде всего интересует гибрид. Итак, переместились за руль гибридной версии Toyota Corolla. И это уже не только гибридная версия Toyota Corolla. Это в какой-то степени Prius в седане. Потому как на это наибольший родственник благодаря четвертому поколению гибридной установки, которая, собственно, на Prius и используется. Что говорит вот это вот все? Вот это вот все нам говорит о том, что это самый прогрессивный гибрид, который есть у Toyota. И автомобиль может двигаться до значительных скоростей при помощи поддержки электромотора. Приблизительно до 110 км в час у вас есть подхват. Это беспрецедентно на сегодняшний день. И это очень прогрессивно. Мало того, на электротяге автомобиль может проехать километр-полтора. То есть маневрировать по парковке, по подземному паркингу вы сможете максимально бесшумно. Также автомобиль должен изрядно скомпенсировать расход топлива при движении в городских тянучках. Собственно, для этого автомобиль и создан. Это тот случай, когда расход по городу у вас ниже, чем расход по трассе. Уже проехавшись на 1.6, могу сказать, что автомобиль действительно стал приятнее сам по себе. Здесь другая подвеска. Это самый важный момент. Другая подвеска. Задняя, прежде всего, балку заменили на многорычажку. Соответственно, да, подвеска стала дороже. Да, она стала сложнее. Но управляемость автомобиля, естественно, качественно улучшилась. Дальше. Toyota, уже начиная с RAV4, мы с этим столкнулись, научилась поворачивать. То есть вы уже получаете обратную связь на рулевом колесе ту, которой ранее у Toyota не было. И это тоже позитив. Вкупе с гибридными технологиями, с новой мультимедийкой, с новыми качественными материалами. Да, это совершенно другой продукт. Как оно едет? Едет прикольно. Но я бы не сказал, что это очень быстрый автомобиль. Все-таки динамика из 11 секунд до 100 км в час. Но эти цифры, они морально грустят. Но на проверку, на проверку, выстреливает автомобиль до 60 достаточно шустренько. И это не может не радовать, потому как в городском потоке вы в основном движетесь именно с такими рваными скоростями. А без шумка у автомобиля тоже приятно изменилась. Хотя я должен, я вынужден это сказать. Toyota и шумоизоляция это немножечко разные параллельные реальности. Я не думаю, что кто-то обидится, если я скажу, что у 200-ки, у флагмана Toyota в принципе шумоизоляции нет. И когда они достигают того эффекта, который я сейчас ощущаю просто металлом, пластиковыми панелями интерьера и хорошей сборкой. Ребят, ну это достижение. Без стпшки, без шумовибры, без фольги, без всего-всего-всего, что мы привыкли видеть и вклеивать в свои автомобили. После покупки машина остается очень даже тихой. Тихой, внятной и прикольной. Да, вариатор издает некий звук, но от этого никуда не уйдешь. Это суть вариатора. И вот уже соточка. Соточка по столичке развивается мгновенно. Лишних шумов дороги, ну для этого класса их нет. Они есть, но для этого класса автомобилей их нет. Опять же скажу, что автомобиль действительно по маневренности очень сильно изменился. Нет таких кренов, которые были у прошлого поколения. А на прошлом поколении я успел накататься. Машина стала более отзывчивой. Опять же, рулевое колесо, измененный центр тяжести. Пропорционально широкий автомобиль. Пропорционально широкий автомобиль, каким он стал относительно прошлого поколения, это тоже плюс. Ну и как дополнительный бонус у вас есть подхват от электродвигателя. Я вот нащупал наконец-то клавишу изменения режимов. Спорт. Окей. Спорт, нормал, что-то еще не успел прочесть. Что касается от ощущений от гибрида, то они, конечно же, ярче, чем от 1.6, на котором я только что проехался. И это особо интересно, потому что, во-первых, 1.6 агрегат имеет порядка 130-132 лошадиных сил. Здесь, под капотом, 1.8 на 100 лошадей, плюс электродвигатель на 45 лошадиных сил. Вместе, суммарно, они дают отдачу 122 лошади на передние колеса. За счет того, что электродвигатель поддерживает крутящий момент в пике, мы получаем лучшую динамику. Хотя, по цифрам, эта машина на секунду медленнее в разгоне до 100. И вот такие вот интересные цифровые непонятки, это действительно новая фишка Тойоты. Ее гибриды практически ничего не едят, как декларирует Тойота. А здесь расход в районе 4 литров на сотню должен быть. Я думаю, что он где-то 4.5 на самом деле у вас выйдет. И к черту цифры. Вы получаете комфортный автомобиль на каждый день. Это машина. Это то самое, что является машиной. Из точки А в точку Б. Плюс хороший костюм внешний. Плюс хорошее убранство салона. Ну и естественно хорошее покрытие гарантии. А у гибрида, кстати, на 2 года дольше гарантия длится. Что немаловажно для многих. В принципе, в принципе мы будем подводить итоги. Я рад, что Королла стала тем автомобилем, который можно поставить в список интересных машин. Давно такого не случалось. И вот на тебе. Тойота стала интересной. Это прорыв. Браво. До новых встреч. Постскриптум. Подпишитесь, наконец-то. У нас 2500 подписчиков. Коля рыдает. Подпишитесь. Поставьте лайк. В конце-то концов. Будем рады видеть. До свидания.